Это даже лучше синабонов! Представьте себе вкусную, ароматную апельсиновую начинку с нотками корицы и сливочного масла, плюс нежное воздушное тесто. Теперь-то, уже после того, как мы с вами испекли бисквитный рулет с нежнейшим апельсиновым кремом, сможем использовать сезон созревания цитрусовых по полной. Но если вы не смотрели этот бисквитный рулет, вполне вероятно, что вы не подписаны на мой канал. Предлагаю вам исправить это, нажав кнопку под этим видео подписаться, чтобы не пропускать новые видео. И если же вам нравится это видео, ставьте обязательно лайк и напишите хоть какой-нибудь комментарий. Если это будет вопрос, я обязательно на него отвечу. Ну что, интересно? Давайте готовить! Кстати, из теста для этой выпечки я иногда готовлю просто булочки, храню их в морозилке, разогреваю по необходимости, делаю надрез и дополняю любой начинкой. Иногда Лорен просит такую булочку с омлетом и пармезаном с собой в школу. Такое тесто готовится очень легко. В глубокую миску наливаем 100 мл теплой воды, 100 мл теплого молока, добавляем 2 столовые ложки сахара, 2 полные чайные ложки свежих дрожжей, у меня гранулированные, это свежие, и 2,5 стакана муки, это 350 г. Также 50 г размягченного сливочного масла, 1 чайную ложку соли и 10 г ванильного сахара. Вообще-то, честно говоря, я никогда не готовлю такое дрожжевое тесто вручную, я всегда делаю это в хлебопечке, что и вам очень рекомендую. Потому что она сама и нагревает, сама замешивает и через полтора часа у вас готовое очень хорошо вымешанное тесто. Итак, у кого есть дома такой помощник, просто засыпаем все ингредиенты в дежу хлебопечки и ждем приготовления теста. Но у кого нет, замешиваем это вручную или с помощью венчиков для теста обычным ручным миксером. Это также очень удобно, при этом мы даже руки не запачкаем. Смешиваем ингредиенты, чтобы не осталось непромешанной муки, это занимает всего минуту или две. Зачищаем стенки миски и оставляем тесто на 5-10 минут под полотенцем. Казалось бы, 5-10 минут, а тесто уже совсем другое. Замешиваем его с помощью тех же венчиков миксера в течение двух минут и получаем вот такое гладенькое тесто. Снова зачищаем стенки миски, укрываем тесто и оставляем его созревать в теплой духовке примерно на один час. Ну а теперь начинка. Она состоит у нас из двух разных начинок. Первая начинка с корицей. Смешиваем 2 чайные ложки корицы с 2-мя столовыми ложками сахара. Добавляем около 30 грамм мягкого сливочного масла. Ну и можно добавить какой-нибудь сироп, просто для того, чтобы начинка была более жидкая и легче намазывалась. Я беру примерно столовую ложку финикового сиропа. Ну а вторая начинка апельсиновая. В недавних моих видео коротеньких вышел этот видеорецепт. Готовится очень легко и просто и получается очень вкусно. Нужно просто хорошо помытые апельсины сварить в нескольких водах для того, чтобы убрать эфирные масла и горечь. Затем апельсины нужно нарезать и сварить в ароматном сиропе. Потом измельчить и получаем очень вкусную начинку. Для вашего удобства я просто вставила это видео сюда и прописала весь процесс на экране. Жемом назвать это нельзя, потому что здесь довольно-таки мало сахара. В соотношении с апельсинами. Эту намазку или как ее назвать, эту начинку, очень вкусно есть просто так отдельно с чаем. Ну а для данного рецепта нам понадобится около 150 грамм этой начинки. Смешиваем ее примерно с 40 граммами размягченного сливочного масла. Это позволит начинке быть мягкой и мы сможем без труда распределить ее по тесту. Для этого апельсиновая начинка тоже должна быть комнатной температуры, то есть не сразу из холодильника. Итак, обе начинки готовы. Тесто в теплой духовке выросло в объеме примерно в полтора раза. Выкладываем его на припыленную мукой рабочую поверхность. И раскатываем в довольно тонкий пласт прямоугольной формы. Пласт получается довольно-таки большой. Визуально делим его на три равные части. На среднюю часть намазываем равномерно апельсиновую начинку. На одну из крайних частей намазываем начинку с корицей. Третья остается, какая есть. Ненамазанную пустую часть теста складываем поверх апельсиновой начинки. Выравниваем, стараемся, чтобы все это было в ровную линию. И сверху внахлёст накрываем тестом с корицей. Если где-то часть теста тоньше, чем другая часть, или может быть порвалось, это вообще не проблема, потому что мы закручиваем булочки так, что этого не будет заметно. Полученную ленту из трех слоев теста с двумя слоями начинки разрезаем на полоски шириной примерно 5 см. И далее коротеньким скребком или коротким ножом, припыленным мукой, делаем вот такие надрезы не до конца каждой полоски. И формируем вот такие аппетитные заготовки наших будущих очень вкусных булочек. Делается это очень просто. Один конец полоски прокручиваем дважды, а второй конец в противоположную сторону прокручиваем еще раз. И получаем вот такую красоту. Заготовки выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Посмотрите, как аппетитно это смотрится. Очень красиво, я считаю. И отправляем заготовки в духовку для расстойки примерно на час. Нарежим включенной лампочки, поставив заодно в духовку стакан с кипятком. Или миску с кипятком, как я. Это даст необходимое тепло и влажность, для того, чтобы тесто наше хорошо подросло и не заветрилось. Через час расстойки заготовки выглядят вот так. Хорошенько со всех сторон смазываем их смесью желтка с одной столовой ложкой молока. Я иногда еще добавляю чайную ложку меда. Мед добавляйте по желанию, это не обязательно. Пока мы смазываем заготовки, в это время разогревается духовка. На это уходит буквально минут 10. Ставим заготовки на выпечку. Режим вверх-вниз, температура 180 градусов Цельсия. Время выпечки зависит от духовки, но составляет примерно около 20-25 минут. Ну и я приглашаю вас в нашу рубрику за кадром. Вот так я фотографирую, как это все выпекается. Ну, представьте, в вашей духовке вот такую красоту. Я уж не говорю о том, какой аромат стоит в доме. Почти всегда сдобную сладкую выпечку я укрываю, для того, чтобы она не высохла. Чтобы она осталась мягкой, пышной и воздушной. Ну, а для того, чтобы она имела еще более эффектный вид, я все еще теплую выпечку смазываю сиропом. Теперь у выпечки еще более аппетитный вид. Этот блеск всегда очень эффектно смотрится. Часть булочек можно присыпать сахарной пудрой. Это тоже аппетитно, но, честно говоря, это скрывает их красоту. Ну, что, я надеюсь, вам понравился видеорецепт. Раз вы досмотрели до этого момента, лайкайте, комментируйте, делитесь с друзьями, подругами. Пеките эту страшную вкуснятину. Подписывайтесь на канал Оксана Леви. А мы с вами увидимся очень скоро в новом видео. До скорой встречи! Ну, а в роли главного храпуна было вот это чудесное создание. Кто следит за мной в инстаграме, тот знает.